Гриша, я думал, ты меня в университет пригласишь. Что ты задумал? Брат, это и есть университет. Это твой новый университет. Ты поступаешь. Ребята, я думал, я поеду учиться, как бизнес делать. Это сейчас будет бизнес здесь. А Гриша сказал, что лучший способ изучить бизнес, получить ногой удар в морду. По морде, конечно. Брат, ты должен узнать, что такое Россия, наконец-то уже. Ты России не видел. Привет всем. Сегодня мы в гостях у моего друга Григория Аветова, директор бизнес-школы Synergy, предприниматель, инвестор. По моему мнению, это прорыв прошлого года, потому что Synergy Global Forum стал самым большим мероприятием в мире. При этом Гриша сделал международное развитие. Он открыл свой бизнес Global Forum в Нью-Йорке, в другие страны пошел. Сумасшедший успех. Я хочу с ним поговорить сегодня про образование, про бизнес. Почему-то он пригласил нас в бойцовский клуб. Я, честно говоря, думал, мы будем ехать в университет. Файтер. Все предприниматели должны быть файтерами. Посмотрим, что Гриша для нас придумал. Поехали. Конечно, мы не можем не поговорить про твои любимые тела. Про бизнес, про женщины, предпринимательство, образование. Но сначала, перед тем, как мы придем к бизнесу и образованию, я думаю, что ты один из людей, который за прошлый год сделал самый большой прорыв. Прорыв года. Я тебе вот вручаю ремень прорыв года. Потому что то, что, мне кажется, ты сделал за прошлый год со всеми своими проектами, это действительно прорыв. Расскажи, какие цели ты себе ставил. Почему у тебя последний год стал таким успешным? Цель у меня уже несколько лет простая. Я ее начал формулировать только в прошлом году. Она не связана с деньгами. Она связана с нашей страной. Цель моя заключается в том, чтобы людей, которые хотят заниматься предпринимательством, людей грамотных в корпоративной культуре, не только тех, кто идет бизнесом заниматься, а просто работать в частных компаниях, чтобы они становились эффективнее, чтобы их было больше. Знаешь, такое взращивание, если можно сказать, новых элит. То есть слово элита в России, и оно имеет негативный оттенок. Элита в России, это ты на мигалке едешь, или отстреливаешься в гельнтвагене, из пулемета, из автомата отстреливаешься в воздух. Я ни разу не видел пока. Ты просто немец. Вы так не делаете. Элита в России имеет негативный оттенок с конца 90-х годов, потому что это люди, дорвавшиеся до денег, дорвавшиеся до власти, и которые в каком-то смысле занимаются чем-то беспредельным. У меня была мечта, и она до сих пор есть, чтобы в России появилась новая элита. Элита, которая работает по 12-14 часов в сутки, которая патриотична, которая строит предпринимательство, строит новые проекты на этой земле. Потому что эти ребята, наши друзья с тобой, с Хак Пентасевич и прочее, они там, где пустыня построили, целое государство, флешки там начали изобретать, понимаешь, скайп изобрели там на пустыне. А у нас здесь не пустыня, у нас здесь очень плодотворная земля, и мы до сих пор агрегируем огромное количество талантливых разных этносов со всех стран СНГ, и даже немцев со стран СНГ. Ты понимаешь? Это самые потерянные люди. Да, ты понимаешь вообще, насколько этнокультурная часть России богата, что есть немцы, которые в Поволжье, есть немцы, которые в Казахстане, и у них исторически это разные немцы, у них разный склад, разное построение уклада, из-за этого разные психологии, разный интеллект, и они все вот внутри вот этой нашей большой экосистемы. У нас огромный потенциал. Мы все еще чуть-чуть его теряем, потому что наши лучшие предприниматели улетают в ЛА, и сложно не уехать в ЛА, когда ты понимаешь, что в ЛА рынок сбыта весь мир, а в Москве рынок сбыта России и СНГ. Поэтому моя мечта заключается в том, чтобы появилась новая элита, которая здесь строит бизнес, здесь строит государство, и чтобы Россия стала открытой с экономической точки зрения, чтобы наши политические лидеры, они посмотрели на нас и сказали, интересно, может быть, теперь и вот этим заняться, и малым, средним бизнесом, может быть, предприниматель, который зарабатывает 1 миллион рублей оборотов в месяц, может быть, он тоже важен. То есть он маленький вклад, маленькая частичка в то будущее, в котором, например, не хватит углеводородов. Вот такая мечта, и она... И у тебя вот, когда родилась эта мечта, и ты сейчас ее вот так четко описываешь, да? У тебя прям четкая картина, как уезжает человек в Лос-Анджелес, как возвращается, там, смотрит шире себя. Я примерял просто себе все роли. Да. И вот когда у тебя появилось это четкое видение, у тебя случился прорыв? Да, прорыв случился в тот момент, когда цель стала четко формулироваться, артикулироваться, когда и она стала произноситься в воздухе. У меня вообще есть такая привычка, я не знаю, то ли мне так кажется, то ли действительно так, но я, когда что-то очень много говорю, вот что вот оно вот произойдет, и я в этом практически на 100% уверен, у меня это происходит. То есть если я в чем-то уверен на 100%, я уже визуализирую, знаешь, то, что невозможно, я визуализирую. Вот. И я потом через недолгий период, 6-8 месяцев, я это уже вижу. То есть я визуализировал, я это уже увидел. Цифры, люди, я не знаю, почему так происходит. Я думаю, что... А никто не знает. Я все, вот сколько не встречал успешных людей, все говорят вот похожие вещи, что я вот отправляю мысли в космос, притягиваю то, что я могу. И никто не знает, как это механически работает, но это тупо работает. Да, если работать надо делать. Можно не рефиксировать, я согласен. Можно просто делать так. Вот сейчас у меня есть много того, что я артикулирую на этот год, на следующий год. И это все, конечно, связано с Россией, связано с предпринимателями, с людьми, которые работают в частных компаниях, связано с нашими политическими лидерами, и в том числе это связано с тобой. Ну ты, я тебя, конечно, поздравляю, потому что твой форум называется «Трансформация». И мне кажется, ты сделал большую трансформацию за прошлый год. Такой уже с высокого уровня перешел на вообще мировой уровень. То, что меня лично очень тоже так вызвало большое уважение, это твой шаг пойти в Нью-Йорк, международное развитие, потому что мне кажется, когда русские предприниматели, российские предприниматели идут даже в Лос-Анджелес, если у них сохраняется жесткая связь с Россией, это только на пользу. Соответственно, все принесет обратно, смотрит все равно шире себя, отдает, возвращает и так далее. Из-за этого я надеюсь, что у тебя будет дальше международная экспансия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, Гриш, как тебе помогает бойцовский вид спорта в жизни. Слушай, ну, во-первых, это ОФП. Лучшее из всех возможных, потому что... потому что работа всех групп мышц, ноги работают, руки работают, все тело работает. Если ты в спарринге находишься, то в отличие от бокса, удары распределяются на все тело. Все тело. Ты сегодня это почувствуешь. В эпоху, когда все стали аэроменами, все, что мне остается, это заниматься тайским бонусом. Первым аэроменом я уже не стану. И потом пойми, во время конфликта с аэроменом единственный шанс у аэромена будет убежать. А у тебя были ситуации в жизни, когда пригодились? В Муай-Тай? Да. Да, были. Когда ведешь переговоры со спикером, и он не хочет опускать гонорар. Когда надо убедить коммерческого директора и выполнить план продаж. Очень много раз. Я даже не знаю, где бы мне потребовалась дыхалка, как в аэромене. Но ты же начал заниматься спортом вот не сейчас, не год назад, правильно? Не, я... Это ты сейчас вернулся в спорт. Да, я мышцы всегда качал. Но ты так быстро подкачался, я смотрю. Да, потому что база есть. А что ты ешь? И шею одного. Ем все, кроме углевода. Макароны, да, всякие? Не, макароны не ем, рис не ем, картошку не ем, хлеб не ем, сахар не ем, сладкое не ем. Сладкое не ешь, да? Вообще... Чем заменяешься? Только фрукты. Видишь, когда вот дети вот так растут, в бойцовских клубах, когда вырастают, уверенность в себе трене, привыкаю, да. Особенно, когда его зовут Джабраил. Когда ребенка зовут Джабраил, уже с детства, у него уверенность уже... Выбора нет. А все же Джабраил Хартман? Все, это был бы рейд в e-commerce. Он бы просто отжимал все, электро-e-commerce магазины сразу. Мы в этом году захватываем новые страны, присоединяем к нам новые страны. Как говорит Джак Мах. Да, мы присоединим к нам в этом году несколько стран СНГ, несколько зарубежных стран. Но наше открытие филиала в Нью-Йорке связано исключительно с бизнес-задачами. Мы хотим, а, увеличить наши экономические показатели для того, чтобы здесь делать больше. Мы здесь делаем очень больше проектов в России. Для этого нам нужны больше маржа, больше прибыль. И поэтому нам нужен США как самый большой рынок бизнес-образования в обучении. И, б, мы, конечно, потихонечку хотим заниматься экспортом. В Советском Союзе был огромный объем экспорта всего. Культуры, образования, интеллекта. Очень много на экспорт шло. Машиностроение. В России экспорт практически сузился до стран СНГ, вот этого всего блока. И небольшого количества анклавов стран, в основном непризнанных. И я хочу, чтобы у нас был экспорт. В данном случае я хочу, чтобы у нас был экспорт образования. И я уверен, что вот это маленькое окошко, которое мы прорубили в Америку, станет окошком, через которое потихонечку, как через такое окно начнут пролезать наши предприниматели, наши спикеры, авторы наших книг. Знаешь, они потихонечку будут туда по одному, как, знаешь, в матрице там такой портал. И они так из портала будут потихонечку залезать туда. Ну, это круто. Крутая цель. В профессиональном плане ты, мне кажется, все достигнул. Если говорить про прошлый год, ты в личном плане какие ставил тебе цели, что ты сделал? Ну, ключевые цели мои были связаны с предпринимательскими задачами. В основном... Это был первый приоритет? Это был первый, второй и третий приоритет. Да. А что-то еще ты сделал? Вот ты занимаешься бойцовским? Конечно. Ты знаешь, вообще я все понял, что у меня как-то, когда предпринимательство становится центром жизни, когда бизнес становится центром жизни, твое дело, все остальное, оно выстраивается вокруг него. Просто, знаешь, ну, вот как бы вот есть ядро, и все вокруг ядра формируется. И у меня спорт, там, отношения, все формируется вокруг ядра. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что скорее хорошо, потому что люди, которые... У которых есть большая миссия, большая цель, пассионарии, которые готовы всем пожертвовать ради достижения цели, у них все-таки цель – это главное. И все вокруг цели выстраивается, вокруг вот этого главного. Ну, конечно, я... Мне нельзя жаловаться. У меня, например, моей работой в том числе была организация отдыха на регате яхтиной, которую сделал наш бизнес-клуб. И мы полетели, я посвоил яхтинг впервые в жизни, и я полюбил яхтинный спорт настолько сильно, что я даже сделал незапланированную регату в январе. Мы собрали 15 лодок предпринимателей, 100 человек, а сейчас мы собираем 25 лодок предпринимателей. И чтобы затащить Оскара Хартмана на яхтиную регату, которую мы будем делать в Италии, я взял яхту, и я на ней уже написал «Оскар Хартман». Это будет яхта «Хартман». И там будет, значит, на яхте «Хартман», будет «Хартман», «Жена Хартмана», «Дети Хартмана». Все, мы уже ехали в наших яхтингах. Хартман-оветов, наверное, шли. Я вообще сейчас большинство своих встреч решил перенести в формат спорта. Да, кроссфита, тайского бокса, плавания, чего угодно. Ну, то есть, с кем я не успеваю встретиться, я по субботам выношу на спорт. Вообще, чтобы быть в голове сильным, да, и бизнес делать, тебе надо быть в очень хорошем форме. Да. Когда у меня форма была плохая, у меня начались, энергия падает, ты уже на переговорах, на переговорах ты уже, ну, не такой, да, и все получается размазано. Хочется, знаешь, для всего, чтобы до 90 лет ты был мощным. Я вот сейчас начал узнавать истории людей, которые стали популярными и стали делать самые продуктивные вещи в своей жизни после 50. Да. Владимир Познер. Ты знаешь, когда Владимир Познер стал известным? Он когда вернулся уже из Франции, правильно? Он стал известным в 55 лет. На секундочку, это было 25 лет назад. Сейчас ему 80. То есть он стал известным только, получил популярный. Видишь как? Да. Борис Гребенщиков, известный русский рок-музыкант. Он свой лучший альбом написал в 65. Сейчас у него лучший расцвет вообще его, творчество. Вот. Я хочу, конечно, чтобы в 70 у меня тоже что-то еще было. Съемы. Да, свело. Съемы. Когда ты начал тренироваться? Тренироваться я начал несколько лет назад, потому что я почувствовал, что мне в моей личной харизме, в моем личном развитии не хватает спорта, не хватает бойцовских качеств характера, не хватает элемента вот этого бойца. Вот я почувствовал, что у меня нет этого пазла. Я так посмотрел на себя, я был на какой-то программе обучения, связанной с харизмой, с построением личного бренда, вот со священием себя. Надо носить шапку. Шапку почему? Всех, вспомни всех харизматичных людей. Они все с шапкой, да? С какой-то буражкой, шапочкой. Это крайне, я беретку один, как революционер, Эрнесто Че Гевара. И я подумал, что интеллекта мне в принципе хватит, я и так читаю много, а спорта нет. И я начал заниматься тайским боксом достаточно регулярно, ну с перерывами, конечно. Где-то я его за два месяца до форума всегда бросаю или за два месяца до крупного события бросаю его. Но потом возвращаюсь, меня мои дагестанские друзья избивают на ринге, доказывая мне, что бросать нельзя, объясняя мне через лоу-кики, через хай-кики, через удары локтями, что лучше не бросать надолго тайский бокс. И мне приходится вот как бы через такие уроки. Два принципа, вот мой тренер, который нас сегодня тренировал, два принципа мне во время прошлой тренировки сказал. Постоянство и постепенность. То есть постепенность, постепенно входишь, но постоянно. Ребята, вот напишите в комментариях, какие вы видите аналогии спорта, любого вида спорта с предпринимательством, с бизнесом вообще, как это помогает достигать. Потому что спортсмены действительно очень успешны. Потому что вот этот характер, который формируется во время спорта, он потом, по сути, приносит пользу всю жизнь. Особенно даже, кто в детстве занимался спортом, обычно очень далеко идут. Есть уверенность в себе, есть характер, есть работоспособность, саморегулирование, и это помогает во всех сферах жизни. Ну и честно говоря, я тебя вытащил сегодня сюда, потому что я заколебался смотреть на твои видео в инстаграме, где ты своим невероятно накачанным телом делаешь невероятно крутые упражнения. И я подумал, все, хватит. Надо его побить. Надо его пробить. Гриша мне нанес сегодня. Сильнейшие удары. Табуреткой в ногу. С точки зрения образования, мир сильно изменился, а образование не сильно изменилось. Я смотрел сейчас на мировом экономическом форуме, была большая панель про образование будущего, что больше 800 миллионов рабочих мест, которые сейчас есть, их не будет через 10 лет. Они будут заменены искусственным интеллектом, роботами. И что сейчас вся система создает тот продукт, который не будет востребован вообще через 10 лет. И они просто самые топовые люди в образовании мира, по сути, в этой панели так и не смогли договориться, каким должно быть образование. Как ты думаешь, вот я, ты как бы глубоко в этой теме, какое сейчас правильно, потому что очень многие зрители всегда думают, надо самообразованием заниматься. Что вообще делать, потому что многим кажется, что уже переизбыток информации. В образовании есть три пласта. Есть самый важный пласт в образовании, самый важный, о котором мы с тобой вообще не думаем, это школы. И школы в России там огромный объем для резервов, для того, чтобы что-то делать. В школах в России, в школах учатся наши дети, будут учиться наши дети, и понятно, что у тебя будет возможность подобрать хорошую школу для своих детей, но хорошая школа в России очень небольшой процент от общего объема школ. Я имею в виду там, где образование новаторское, где оно актуальное, где преподаватели, они продвинутые, где они прогрессивные. Это, к огромному сожалению, школа – это то, с чего надо начинать. Это про стратегию, это не даст моментальный результат, но это даст результат через 15, через 20 лет. Поэтому отдельно надо заниматься школой, потом отдельно надо заниматься вузами. Надо, естественно, популяризировать предпринимательство, работу в компаниях, корпоративное управление, в высших учебных заведениях, потому что этому не учат. Но и после возыска образования 22-24 года, чем нам с тобой надо заниматься? Нам с тобой надо заниматься популяризацией того, что необходимо учиться. Ведь ты же знаешь, предпринимателей случайных в России стало мало уже, их становится все меньше и меньше. Они уходят, случайные предприниматели, уже как ушла ночная жизнь из Москвы, как ушли женщины с накачанной грудью и с накачанными губами. Вот эти ребята, которые срубили бабла где-то непонятно где и теперь стоят на защите своего капитала, этих ребят меньше становится. Все больше и больше предпринимателей, которые растут на компетенциях, на интеллектуальном потенциале, на нетворкинге, на общении, на грамотном общении, на англоязычном общении. И в этом смысле я считаю, что нам необходимо активно популяризировать необходимость учиться. Ты очень прав был, когда тогда в РИЦе за ужином сказал мне, что сейчас мы попали в эпоху переизбытка информации. Так и есть. Теперь ты уже должен включать редактор и понимать, какая информация для тебя является полезной, какая нет, на что информации очень много. Ты должен ее редактировать и это уже тоже важно, потому что сейчас ты можешь щерпать информацию откуда угодно. Вообще это один из самых интересных вопросов, потому что когда появился интернет, я уже занимаюсь интернетом так долго, что я помню еще начало интернета. Когда появился интернет, у мирового сообщества появилось большое, было неравенство. В мире большое неравенство. Распределение капитала, распределение ценностей в мире очень неровное. Соответственно, есть такое измерение Gini Index, есть просто распределение богатства. Оно было в 95-м году очень неровным. Маленькая часть, 10% в деле, там, большую долю, выше 50%. Потом сказали, что ровный доступ к информации за счет интернета у всех появляется, выравнивается, потому что раньше был доступ к информации только у элиты. Ты можешь купить для бизнес-образования, у университетов были знания, которые были закрыты, и туда можно было попасть, и кузницы были таких будущих элит. И получается, выровняли доступ к информации. Сейчас у каждого человека, у которого есть мобильный телефон, больше библиотека, чем у Петра I. В 100 тысяч раз. При этом можно он-демант с поиском, легко навигировать и так далее. Что произошло? И когда появился интернет, все аналитики, кто пытался предсказать будущее, все бизионеры сказали, будет выравниваться неравенство. Что произошло по факту за 20 лет? Усилилось. Две недели назад вышел Global Wealth Report, и неравенство выросло еще в два раза больше. Теперь 5% владеет, больше 60%. И действительно неравенство ухудшилось. Соответственно, вот это выравнивание доступа к информации ничего не дало. И для меня, например, это очень большой сюрприз. Почему так? Это вообще не... Это вот серии никто не может объяснить, но это так. Ну смотри, во-первых, все-таки доступ в информацию в тех странах, то есть неравенство растет. Вот если посмотреть на планету Земля, там есть анклавы, которые являются центром сосредоточения богатств, а есть анклавы, которые являются центром сосредоточения нищеты. И на самом деле ничего принципиально нового в этих анклавах не происходит, чтобы произошло изменение. Африка, Юго-Восточная Азия, там... Русский регион. Рус, ну вот это, да, наш регион, который вот здесь, там, Бангладеши, значит, Индия. Понимаешь, там население растет, а доступа к информации этого у них как не было, так и нет, потому что у них нет активного распространения интернета, потому что у них растет бедность, у них растет трафик, растет количество людей, а доступ к экономическим благам у них наоборот сокращается. А западные страны, они просто продолжают богатеть, они продолжают печатать деньги, в них появляются крупные корпорации, которые управляют там огромными процессами глобальными, поэтому я думаю, что доступ к информации принципиальным образом не изменил два вот этих полюса мировых, там, Африка, Юго-Восточная Азия, там, и западный мир. Там ничего не произошло существенного. Меня часто спрашивают, как пройти кризис в бизнесе. Иногда просто надо терпеть. Теперь стал известен секрет, почему Оскар Хартман оказался успешным предпринимателем. Потому что, когда Оскар Хартман весил 107 килограмм, ему надо было себя прокормить. Да. Это тяжело, надо очень много зарабатывать. Столько денег потратил. будут подозревать, чтобы ты помогал. Семь день помогал. Сколько раз? Семь. Семь раз. Семь раз. Значит, я неправильно цель поставил. Видишь? Занизил. Семь, да? Семь раз. Но здесь сто килограмм выглядит, как все действия. У меня в фитнесе как-то сто килограмм весы, что, знаешь, один свинчик с каждой стороны. Если я вспоминаю свой университет, это было так. Весь контент, вся информация, которую там дали, она была абсолютно бесполезная. ни одно, ни одну информацию, которую я там изучил, я не использовал никогда в практике. Но, что произошло в этом университете? У нас, чтобы закончить университет, надо было сдать 80 экзаменов за очень короткий срок. 80 экзаменов это были все достаточно тяжелые предметы, статистика, юридия, юра, всякие, макроэкономика, микроэкономика, тяжелые предметы. И мы изучали частично просто тупые вещи. Тебе надо просто вот эти 10 пунктов надо выучить. И просто вот это выучимое. И мы прошли вот это все. И в конечном итоге вся эта информация была бесполезна. Но, если подумать, какая должна быть стрессорезистентность, управление самим собой, чтобы вообще это был сумасшедший, работа под давлением, за короткое время взять в себя много информации, редактировать ее, и выжить вообще. У нас еще конкуренция была. Нас всегда выстраивали после каждого экзамена выходил список, кто первый, кто второй, кто третий и так далее. И от этого списка зависело очень много. Куда ты поедешь в дальнейшем и так далее. Я, например, поехал в Гавайи, потому что я в этом списке стоял достаточно высоко. А если ты стоял внизу, поехал в Калькутта, в Индии. Самый последний поехал туда. И получается, смотри, характер, способность работы под стрессом, планирование своего времени, мультизадачность, сумасшедшая конкуренция, там никого не было, кто не учился. Все вкалывали, каждый единый студент. И вот получается, вот эти навыки, они мне пригодились очень сильно. Способность научить любую тему. Я могу сейчас любую тему взять и ее... Вникнуть. Да, вникнуть. Ты знаешь, меня очень сильно пугает тренд последний, того, что многие, кто учат предпринимательству и рассказывает, чего надо делать, говорят о том, что надо бросить вуз и идти заниматься бизнесом. Меня это реально сильно напрягает, потому что это ошибка. А в интернете, в ютубе огромное количество людей думает, вот я... И когда ты говоришь, а как, они говорят, а вот Тинькофф, а вот Цукерберг, а вот там еще кто-то. Да, но их всего 2% в списке Forbes 100 богатейших людей, кто бросил вуз, а 98% они получили системное образование. Почему вы не говорите про людей, которые получили системное образование? И потом все-таки есть еще один пункт, помимо тех навыков, которые ты сказал, есть еще пункт, это нетворкинг. Так или иначе, когда ты попадаешь в хорошую среду, в хорошую альбоматор, ты общаешься с людьми, которые в той или иной степени тебе в дальнейшем помогают. Как были рады люди, которые в СППГУ учились в Санкт-Петербургском государственном университете за одной студенческой скамьей с текущими политическими лидерами. Сейчас они просто счастливы. Ты иди им, скажи, надо было бросить вуз и заниматься бизнесом. Они тебя застрели. Потому что нет, не надо было. Им надо было остаться в вузе. Да, я знаю, у меня такое спешное собеседование было, парень пришел на собеседование, юрист. Я говорю, а почему ты решил юристику изучать? Он говорит, я не хотел, я вообще хотел другое. Он говорит, я хотел художником быть, рисовать и так далее. А почему ты стал? Он говорит, моя мама сидела за одной партией с определенным человеком. И она меня туда задавала. Она говорит, тогда я смогу тебе помочь. Я смотрел на этого парня, бедного, всю жизнь его затачивали, чтобы потом его куда-то засунуть. Предназначение. И на самом деле нетворк, ты прав, потому что из моего университета, который я закончил, если взять сейчас все интернет-компании Германии, топ-300 интернет-компаний, 30% были созданы или возглавляются сейчас выпускники моей школы. Это сумасшедший. Какой хороший альбомат. Сумасшедший. При этом это небольшой университет. Это опять сосредоточный. Это частный вуз? Да, это частный вуз. Но он такой получастный, достаточно он реально топовый. Но вот действительно получается у тебя нетворк, у тебя вот это время очень ценное, когда у меня все друзья до сих пор, я дружу с 10 людьми за то, что мы вместе как будто войну прошли, знаешь, такое тяжелое время было. И люди реально вот и получается не информация определяет все, а вообще способность пройти ну просто такой паркур барьеров. Вот тебе надо способность пройти, это потом помогает. Но у тебя конечно вот вы какими принципами сейчас руководствуетесь в своей бизнес-школе? Что вы создаете вот такое давление? Как вы формируете не только придачу информации, а характер? как вы фильтруете людей, кто у вас не проходит? Кто от вас отваливается, несмотря на то, что он заплатил? Да. У нас есть программа MBA, это самая длинная наша программа, она идет полтора года. Я решил сделать лучше MBA в России. Сейчас пока в России, но если я ее реализую, в следующем году я поставлю себе цель сделать лучше MBA в мире. и сейчас наш MBA это люди, которые проходят собеседование либо со мной, либо с деканом MBA, и мы их можем не взять, потому что я хочу, чтобы все, кто были в группе, это все были первые лица, все были способны внедрять то, что они слышат на занятиях в течение всего года, и чтобы у них был примерно одинаковый оборот. Тем самым я добиваюсь равенства в группе. Приглашаем 19-20 февраля на форум Трансформация у нас супер новость. Оскар Хартман, этот немецкий богатырь, лучший России предприниматель будет на сцене вести диалог с мэром нашего города. Где мой бакс? Где мой гонорар? Ты сам ты без гонорара мэри! Гонорар в форум Никто меня не заставлял. Гриш, у меня сейчас другие приоритеты. Выступай! Нет, Веня! Выступай! Выступай! 19-20 февраля ты взял ответственность за предпринимателей всех, за всех предпринимателей взял ответственность 19 февраля! Ладно! Об экосистеме бизнеса Москвы. Мы всех ждем, вас регистрируетесь обязательно! Поехали! Мы говорили про информацию и что она не выровняла неравенство, а теперь мы говорим про предпринимательство. Я был в России в 2000 году, я был в России в 2004 году, в 2007 году и Россия сделала сумасшедшую сумасшедшую трансформацию за последние 17 лет. Но это просто умо недостижимо. Вообще Москва это вообще эпицентр перемены. Извезу в doing business в России улучшилась на 110 мест. Все улучшилось, а количество предпринимателей как было 2%, так и есть 2%. Просто это удивительно, потому что улучшается все вокруг, а процент не растет. Я думаю, что он вот сейчас начал расти, но тренд на изменения в последние пошел где-то года 3. Мы еще просто не почувствовали. То есть мы пока визуально видим, но скоро это будет отражаться в динамике. Потому что когда я 4 года назад возглавил школу, я что осознал? Я осознал, что это просто никому не нужно. Это абсолютно не модно. Не модно. Модно было в ютубе, помнишь, что было самое модное? Телки, тусовки, танцуем, дети богатых родителей, чуваки на мигалках приезжают в Сохо, выходят, арендуют несколько столов. Это вот это привлекало, это было модным. А предпринимательство не модным. Ты до сих пор не видишь ни одного известного предпринимателя, кроме одного, на обложке гламурного журнала. Ну, я имею в виду Тинькофф еще более-менее. Он является какой-то там медийной для шоу-бизнеса личностью. В Америке же по-другому все по-другому. В Америке Илон Макс это главная медийная звезда. Это медийная звезда номер один. Илон Маск круче, чем Ким Кардашьян. Илон Маск круче, чем любой рэпер американский. У нас вообще предпринимательство было немодным. И оно, конечно, сейчас потихонечку становится трендовым. То есть появляется тренд на адекватность, на то, что надо делать деньги, на то, что надо заниматься бизнесом, надо заниматься собой, на то, что надо спать по 12 часов, по 8 часов, на то, что надо заниматься спортом. Вот сейчас эти тренды начали появляться. Мы, Оскар, с тобой живем в уникальное время. Мы живем во время, когда мы являемся свидетелями того, что в России происходит изменение в обществе. Потому что я помню Россию 90-х, я был маленький, когда все пришли из Советского Союза и все просто были оглушены, как будто бы тебя ударили дубинкой по голове, все были контужены, вся страна контужена, не понимала, что происходит. Кризис за кризисом, 98-й год, падение рубля, доллар начал стоить огромных денег, потом, значит, непонятно, кто во власти находится, непонятно, что они говорят. Страна оглушена. Потом появляется маленькая надежда на то, что будет все хорошо, появляется Путин, начинаются какие-то изменения структурные и у людей с деньгами денег становится больше, появляется больше среднего класса, они начинают тусоваться, они начинают тратить деньги, становится, чтобы ты стал популярным, тебе надо очень круто одеваться, тебе надо ездить на крутой машине, тебе надо тусоваться. И вот этот тренд был, и опять частный бизнес, он не был в моде. И вот сейчас, я считаю, третья фаза, когда частный бизнес начинает входить в моду. Как я это чувствую? Я это чувствую, потому что Оскар Хартман выступает на 20 тысяч человек. Этого никогда не могло быть. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. В России не могло 20 тысяч собраться, чтобы послушать Хартмана, а потом после него как настраивать имейл-маркетинг. В России не могло никогда собраться 20 тысяч. И мало где соберется в мире. Поэтому я считаю, что вот мы сейчас нашу задачу изменения общества, мы ее уже начали решать, и мы ее успешно решаем. И плоды будут. И нам надо решить вторую задачу. Это задача изменения мышления элит. То есть изменение мышления общества мы решаем, это сейчас будет. И вторая задача это изменение и корректировка мышления элит. нам надо, чтобы мы сказали, эй, мы есть. Уже условия нормальные, на самом деле, экосистема, в принципе, позволяет. Потому что обычно люди говорили вот, когда я первый раз приехал в Россию, говорили, о, в России открыть компанию, ты вот не представляешь себе, рейдерство было, большое слово рейдерство. У тебя все равно, даже если построишь, все равно заберут. Сначала рейкет, потом рейдерство. Потом было, типа, ну, другие проблемы, опять, эти все проблемы решили, а теперь часто, например, какая проблема? Конкуренция. Теперь стало легче, теперь, а конкуренции много, да, попробую открыть ресторан в Москве или что-нибудь, да, соответственно, конкуренции много, даже бойцовский клуб, конкуренции. Просто, никогда не будет ситуации, когда стать предпринимателем будет легко. Да. Как поставить приложение в телефон, поставил себе приложение, все, и ты предпринимал, или одел браслет. Из-за этого мое желание, чтобы не делать легче, а чтобы вот такие школы, как твоя, делали людей крепче. Я думаю, вы это очень круто делаете. И мы очень рады, что у нас появился преподаватель Оскар Хартман, наш, наш один из лучших преподавателей, Оскар, профессор Хартман. Ладно, спасибо, Гриша, тебе за сумасшедшую, за сумасшедшую тренировку, разговор. Безумно интересно. В этом году продолжаем менять среду. Самые топовые события. Следите, пожалуйста, за Инстаграмом Гриши. Подписывайтесь. Мы сделаем какой-нибудь розыгрыш? Да, давай сделаем розыгрыш обязательно. Мы подарим вебилет на Синерджи Инсайд Форум. Состоится Инсайд Форум в апреле. На нем выступает Хабенский, Мартиросян, великий режиссер российской Легенды 17, Рязанов космонавт, Калмановский ученый. Много известных людей выступает. Мы подарим вебилет в Крокус Светих Холл. Он стоит, по-моему, порядка 80 тысяч рублей. Вебилет на самое лучшее мероприятие. Будете в обществе топовых предпринимателей. Пишите в комментариях вашу самую важную причину, почему вы будете на это мероприятие, почему это даст вам пользу и какую пользу вы дадите другим участникам вип-вип участникам этого события. Единственное дополнительное условие, что победитель должен обязательно быть подписанным на инстаграм Грише. Ну все, поехали. субтитры